Добрый вечер! С вами информационная программа «Я. Новости» в студии Александр Захаров. Первые итоги дня к этому часу вам представляют корреспонденты службы новостей телеканала «Я-24». В начале выпуска коротко о главном. И снова чума. Новый очаг АЧС зафиксирован в Ростовском районе. Смертельный аргумент лопата. Жители Ростовского района решили спор с товарищем с помощью хозяйственного инструмента. Поймать нелегала за рулем. ГИБДД Ярославской области провела рейд совместно с Федеральной миграционной службой. Каибы не справятся. Выборы в области пройдут по старинке. Новый очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Ростовском районе. В деревне Васильково в личном подсобном хозяйстве умер поросенок. В лаборатории выяснили, что животное погибло из-за вируса африканской чумы свиней. После этого специалисты провели дезинфекцию помещения и изъяли всех свиней, находящихся в радиусе 20 километров. Специалисты утверждают, что очень большую роль в передаче заболевания играет человеческий фактор. Люди, зная ситуацию, начинают скрывать свиней, увозить куда-то, прятать. Дальше по продукции, также безответственная перевозка. Ведь частники видят, что заболело животное, не бегут к ветеринару, а стараются зарезать и мясо это продать. По факту попытки захвата Ярославского дельфинария возбуждено уголовное дело. Напомним, во вторник утром полицейские пресекли попытку вывоза морских питомцев. Около 20 человек ворвались на территорию дельфинария и, закрыв работников в помещении, начали погружать животных в специально подготовленные в ванны. Полиции они заявили, что дельфины и белухи приобретены учреждением незаконно. За попытку вывоза четырех животных из Ярославского дельфинария москвичам грозит уголовная ответственность. 20 августа сотрудниками полиции был пресечен незаконный захват имущества Ярославского дельфинария. В тот же день вечером Ярославским ОМВД было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 Уголовного кодекса РФ самоуправства. В настоящее время ведется расследование. Спор двух жителей села Лазарцево разрешился с помощью лопаты. В результате 69-летний житель Ростовского района подозревается в совершении особо тяжкого преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время мужчина задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Как следует из материалов уголовного дела, 20 августа подозреваемый, находясь по месту жительства в селе Лазарцево Ростовского района, во дворе частного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим 59-летним знакомым, нанес мужчине несколько ударов острием лопаты в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Ситуация на дорогах Ярославля оставляет желать лучшего. В частности, эксплуатация общественного транспорта и грузоперевозки осуществляются с нарушениями. Плюс к этому за рулем большегрузов зачастую находятся нелегальные мигранты. В связи с этим ГИБДД Ярославской области провела рейд совместно с Федеральной миграционной службой. На месте событий побывал наш корреспондент Тимур Аршинов. Нелегальные водители, неисправные транспортные средства, нестыковка в документации. Как оказалось, дороги города полны нарушений. Для их выявления и пресечения сотрудники ГИБДД сегодня вышли на трассы в усиленном режиме. Сегодня и завтра будут проводиться мероприятия по пресечению эксплуатации незарегистрированного автотранспорта, незаконной предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров, грузов на территории города Ярославля, а также выявление незаконных, находящихся на территории Российской Федерации водителей иностранцев. Не прошло и 10 минут, как были составлены два протокола. Один из них на водителя маршрутки. Нарушение не грубое. Однако на маршрут сегодня этот автобус не выйдет. На данный момент выявили пока два нарушения. Это технеисправности автобусов. И помимо этого выявили, водитель при переезжении провозил груз, не имея путевого листа. Сейчас все сделают, и опять автобус стоит работать. А что у вас не работает? Ну, свет вот этот вот, колесо, запаска стоит. Ну, ничего страшного. Рестарбайтеров много, которые не умеют ездить, не знают правила дорожного движения. За все то время, пока наша съемочная группа работала вместе с сотрудниками ГИБДД, ни одного нелегаловодителя поймано не было. Что будет дальше, покажут следующие рейды. До недавнего времени водители-мигранты платили штраф в размере 1 тысячи рублей. Сейчас же эту сумму увеличили до 4 тысяч для физических лиц и до 50 тысяч для юридических. Тимур Аршинов, Денис Сахаров, ЯНовости. Депутаты муниципалитета поставили под сомнение готовность ярославских школ к новому учебному году. Сегодня на комиссии по социальной политике парламентарии вновь вернулись к вопросу ремонта общеобразовательных учебных заведений. Напомню, на эти цели из городского бюджета уже затрачено более 22 миллионов рублей. Однако, по мнению депутатов, в ряде городских школ по-прежнему не готовы пищеблоки, протекают кровли и закрыты спортивные залы. Это можно, опять же, на обывательском уровне считать неготовностью. А с точки зрения государственной комиссии школа готова. На сегодняшний день идут ремонты пищеблоков. 75-я школа, 25-я школа, 20-я. На выборах в областную думу не будет ни электронных комплексов обработки бюллетеней, ни видеокамер. Сегодня об этом заявил председатель региональной избирательной комиссии Денис Васильев. От КАИБов решено отказаться из-за чрезмерной длины бюллетеня. Хорошо читаемые фамилии кандидатов и эмблемы 20 политических партий уместились почти на метровом листе бумаги, который не сможет обработать машина. По словам Дениса Васильева, использование видеокамер также не оправдано из-за низкой явки избирателей и большого числа независимых наблюдателей. Согласно техническим требованиям, от 50 до 60 сантиметров это уже длина в зоне риска. То есть КАИБ может зажевывать бюллетень, либо просто его не считывать. То есть смысла нет. Оборудовать камерами все 850 участков во время низкой явки, ну честно говоря, в избирательной комиссии области целесообразности в данном шаге не видят. История о долгострою в Яковлевской Слободе уже облетела весь Ярославль. Однако судьба этого дома до сих пор остается неопределенной. Более трех лет компания-застройщик не может закончить строительство. А пока дольщики вынуждены переплачивать за съемное жилье. Подробности в сюжете Ксении Рулевой. Дом номер 7 на Яковлевской Слободе изначально предназначался для железнодорожников. Потом часть дома распродали по объявлениям. Компания «Желдор Ипотека» предоставляла дольщикам беспроцентный кредит. Тогда, в 2010-м, на дешевое жилье повелись многие и взяли ипотеку. В результате дом не могут сдать уже больше трех лет. Люди три года лишних скитаются по съемным квартирам. Нас обвинили в жадности какой-то. Мы уже по 400 тысяч почти отдали лишних за аренду. Какая там жадность? Подъезды закрыты, никто не въехал. Стоит толпа людей. Но это еще как бы меньшая часть, потому что у нас с детьми беременные ходят. Третьим беременные девушки не могут подъехать. Почему сроки сдачи постоянно переносятся, никто дольщикам не объясняет. Строители появляются на объекте редко. Представители «Желдор Ипотеки» и вовсе не хотят разговаривать. Между тем, дом по-прежнему находится в недостроенном состоянии. Вчера мы просочили свою квартиру. Все как было, так все и есть. Но даже несмотря на отсутствие счетчиков, раковин и, в конце концов, воды, жители готовы заехать. Основные моменты сделаны. Но в чем именно проблема? Почему раз они не могут сюда заселить? У представителей «Желдор Ипотеки» своя правда. Они считают, что если бы не постоянные претензии и обращения самих жителей, дом был бы сдан давно. И никакие недоделки. И уж тем более махинации тут ни при чем. На сегодняшний момент собраны документы, направленные в органы муниципального самоуправления для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Данное разрешение выйдет буквально со дня на день, что позволит нам направить уведомления об окончании строительства. Владимир Валентинович пообещал, что в течение этой недели несчастные дольщики точно получат свои ключи. А мы проследим за развитием событий. Ксения Рулева, Лев Белков, ЯНовости. Далее реклама, после которой мы продолжим выпуск новостей. Далее, я мягкая. Боровичи, мебель в новом фирменном салоне. Победы, 38, второй этаж. Ортопедический салон. Для здоровья создан он организму. Помоги, не раздумывай, зайди. Ждем вас в сети ортопедических салонов «Атлетика». 30-22-09. Месяц сумасшедших скидок от фабрики «Елена Фурс». Весь август. Норка за 30 тысяч, мутон за 10 тысяч. Депутатский переулок «Дом-2» «Елена Фурс». Два счастливых дня для вашего кошелька. 26 и 27 августа. Скидки до 15%. На весь ассортимент в аптеках «Будь здоров». Всегда на страже вашего здоровья и финансов. Салон-магазин «Мир Кухни» – это яркий дизайн, традиционный уют и современные материалы. «Мир Кухни». ТЦ «Брагинский». Улицкого, 44. Православные христиане продолжают отмечать праздник Турской иконы Божией Матери. Святая почитается как покровительница Ярославской земли. В честь значимого события сегодня верующие собрались в Толстском монастыре на праздничную литургию. Подробности в сюжете Алины Комаровой. Икону Божией Матери доставили в Толстский монастырь вчера вечером. Всю ночь в храме служили молебен, а утром верующие собрались на памятную литургию. И обездоленный и каждый получал для сердца своего все необходимое. Толстская Богоматерь – покровительница Ярославской области. Но преклониться к святыне на берегу Волги приезжают и верующие из других городов России. Мы когда-то в детстве здесь жили в Ярославле. И школьниками еще бегали, когда здесь такая разруха была. А теперь не видели, когда уже все привели в порядок. Поздравить жителей и гостей города с праздником в монастырь приехали первые лица города. Пока матушка Варвара принимала поздравления, прихожане наслаждались природой. Здесь воздух совсем другой. Не только цветы, а Волга. Здесь заводов нет, фабрик нет. Так что нормально. После литургии во главе с владыкой Пантелеймоном священнослужители собрались на крестный ход. Он проследовал до кедрового сада. Желающих посетить святое место было много, поэтому людей в кедровник пропускали небольшими группами. Примета есть такая, что если встаешь к дереву больным местом, то потом это болеть не будет. То есть болит вот у нас спина. Вот на спину и стоит. Помимо кедров в Толгском саду есть много других видов деревьев. И каждый имеет свою историю. В одном из уголков кедрового сада стоят в кружок 11 лип. Первоначально их было 12. Они символизировали 12 апостолов. Сейчас эти деревья образуют зеленую беседку, где можно укрыться от летнего зноя. Только сегодня верующие смогут приложиться к святым кедрам. Следующая возможность прогуляться по саду выдастся через год. Рощу открывают только на праздник Толгской иконы Божьей Матери. Алина Комарова, Лев Белков, ЯНовости. К общероссийским новостям. В Хабаровске может начаться массовая эвакуация жителей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра города Александра Соколова. Он считает, что если прогнозы синоптиков окажутся верны и уровень воды в Амуре продолжит подниматься, то без эвакуации уже не обойтись. Ее план уже подготовлен. В городе и за городом обустраиваются пункты временного размещения. Дети уже вывезены в лагеря и санатории. Ожидается, что пик поводков в крае придется на 24-28 августа. По прогнозам гидрологов, уровень воды в этот период может подняться до 7 метров 80 сантиметров. А это критическая отметка. Напомним, в ликвидации последствий паводка в Хабаровском крае принимают участие спасательный отряд и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Ярославской области. Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните нам по телефону 77 20 40 в редакцию программы Я-Новости. А на этом мы завершаем наш выпуск. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами был Александр Захаров. Всего доброго. Ждите вечерних новостей. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды с Сергеем Грибушковым. О погоде в Центральной России. В Москве, Владимире и Твери облачно до плюс 22. Возможны дожди с грозами. В Иванове и Костроме ясно до плюс 21 градуса. В Вологде 18-20 тепла, пасмурно, возможны дожди. Теперь о погоде в Ярославском регионе. На севере области, в Рыбинске, солнечно до плюс 21. Влажность воздуха до 70%. В Переславле-Залесском облачно, возможны дожди с грозами. Днем 18-20 тепла, ночью до плюс 15. В Тутаеве ясно, но прохладнее, не выше 19 градусов. Атмосферное давление в норме. В Угличе малооблачно, днем до плюс 21. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Жителей Ростова-Великого порадует солнечная погода. Днем там ожидается до 20 тепла, ночью до 15. И, наконец, о погоде в Ярославле. В областном центре солнечно, но прохладно. 17-19 тепла. Атмосферное давление в норме. На этом все. До встречи!